Серега пришел молодым спортсменом, но он отличался от остальных тем, что он действительно был характер. Когда он пришел вообще в Сечи, стал профессионально заниматься здесь, он стал расти, потому что у него появилась возможность общаться с разными людьми из разных школ, из разных стилей. Организациями здесь говорит, что вот наши бойцы, они востребованы в Европе, смотрите к себе, берите их скорее, они только будут. Они уедут в Европу, будут выступать там, поедут оттуда еще дальше. После приезда из Германии мы решили, что дальше нужно расти в крупное место организации, естественно показывать бои, потому что все-таки наш город Санкт-Петербург, наша страна это Россия, а именно здесь должен состояться следующий шаг в карьере наших подопечных. Мы отправились в офис организации M1 Global и сказали, что у нас есть такие бойцы, и мы хотим, чтобы они развивались под знаменами M1 Global, получали бои, росли, получали шансы стать чемпионами, и вообще реализоваться полностью как бойцы против самых лучших мировых оппонентов. От своего менеджера Николая Дедика я узнал об интересе ко мне компанией M1 Global, что мне очень польстило, и я прям загорелся желанием, поскольку я дрался на различных турнирах, на всяких разных, но это турниры были не очень известные. Мне поступило предложение от моего менеджера Николая Дедика и от моей команды провести бой в Оренбурге на турнире «Золото скифов», и исход этого боя решал бы, подпишут меня компания M1, или я останусь опять где-то там, на непонятных турнирах. Мой соперник был очень опытный, это Филиппо Сальвадор Инсуэ. Филипп Инсуэ славен тем, что это человек с очень хорошей базой тайского боксера, бескомпромиссный, идущий в рубку, который принимал бои против очень-очень серьезных оппонентов, таких Карла Муссу, Алексея Кунченко, который сейчас является чемпионом организации M1 Global, весовой категории до 77 кг. И никому, собственно, Филипп Инсуэ не уступал, скажем так, в одну калитку везде, он показывал якомпромиссное боение. Сергей, это было испытание. Для меня это был большой шаг, если бы я победил в этом бою, я подписал бы контракт. Ну что, собственно, я и сделал. Не получилось показать прям такое зрелище, какое я ожидал, потому что соперник был очень достойный, серьезный. Мы с ним бились три раунда, первый-вторый раунд был ровный, и третий раунд я забрал, вот, и одержал победу по приезду. Меня уже ждал контракт. Дебют на M1 должен был состояться в Санкт-Петербурге при родных стенах. Сергей всегда мечтал драться в Санкт-Петербурге, драться при трибунах своих болельщиков, так и так далее. То есть так получалось, что свои самые яркие бои проводили в Москве, Левке и еще других городах. Мне предложили очень опытного соперника, ударника, также нокаутера. Для моей команды это была проверка, поскольку я являюсь тренером клуба СечПро. У нас очень большой коллектив, очень большая команда. И мы с Василием Зубковым, как первооткрыватели, идем вперед. За нами идет большая толпа ребят, которые хотят тоже побеждать. Я хорошо попал с правой и не отпустил уже своего соперника, доработал его и победил. Мы все были очень довольны, поскольку я являлся андердогом в этом бою. Соперник был поопытней, но, повторюсь, это ни капли не смутило. Сергея создалась большая группа людей. То есть, благодарим организации «Монглобус», потому что мы пошли на встречу, нам получилось организовать фан-сентр Сергея. Он вместил в себя 300 болельщиков Сергея, кто организован и его поддерживали на турнире. Мы понимали одно, что Сергея любят в Петербурге. Для ребят было в радость прийти на турнир, на хорошее шоу, которое им они всегда предоставляют нашим болельщикам. Хороший боец, хорошие болельщики, это дало на турнире свой эффект. То, что все братьли внимание, какая Сережа поддержка. В принципе, он, наверное, достоин. Он будет любим публикой. Это очень важно в боях. Не всегда важно быть хорошим бойцом, который только просто выигрывает. Не мучивает победы, как ведет свой рейтинг. Выиграл бы и ладно. Важно, чтобы люди, которые приходят на эти турниры, они любили бойца. И когда понимаешь, что на турнир пришло столько народу поболеть за тебя, то ответственности еще больше. Плюс, когда понимаешь, что там еще и твои ученики, которым ты должен подавать пример. Это еще больше поднимало планку этого боя для меня. Спасибо всем ребятам, которые пришли, поддержали меня в тот момент. На протяжении всей моей карьеры спортивной моя жена была всегда рядом со мной. Это мой тыл. Мы всегда... Все победы, которые я одерживал, победы были вместе с ней. Моя жена – это моя муза. У каждого спортсмена, я считаю, за плечом должна быть такая женщина, которая поддерживает его и дает какие-то советы. Помимо тренеров – это дом. Дом – это семейный очаг. Я рад, что у меня есть такой человек. Я думаю, что мы будем расти вместе. Сейчас как раз реализуется все то, что 9 лет мы с ним закладывали. И, естественно, продолжаем закладывать, потому что мы работаем с ним постоянно. Особенно перед соревнованиями, как вот и перед этим боем. Сейчас он уехал на сборы. И сейчас накануне еще более грандиозного события М1-челлендж 68, который опять же пойдет в Санкт-Петербурге, где будет драться в главном бою Вячеслав Васильевский и Александр Штормшлеменко. И где также будет драться Сергей, хоть в опыт, но немецкого универсала Андерса Бергиса. Мы тоже будем собирать фан-сектор. И я думаю, что бой будет яркий, зрелищный, думал. Поэтому давайте, приходите, болейте, следите за карьерой Сергея. И удача, Сергей, Серега, я с тобой. И на этот раз, я надеюсь, после этого фильма меня поддержат все околофутбольные субкультурщики. Не только Санкт-Петербурга, но и во всей России. Всем ребятам, которым не безразличен путь от низа до высот. Поскольку я сам вышел с улицы, я надеюсь, что я многих замотивирую и докажу, что неважно, во сколько вы пришли в этот вид спорта. Главное, ваша цель и задача. Я надеюсь, что меня поддержат не 300 человек, а уже 500. И мы все вместе выиграем этот бой. Потому что мы будем участниками этого шоу все вместе. Ведь не только боец сделает шоу, но и зрители делают это шоу. Если будет очень много народу скандировать, болеть за меня, то и я буду идти вперед и доказывать, что мы можем. И знаете, когда я стану чемпионом, мы вместе этого добьемся. Просто верьте в меня, и я вас не подведу.